добрый вечер друзья я рад вас всех приветствовать сегодня будет прямой эфир вместе с выпускником института с никитой фендуриным сейчас я подожду когда все приснитесь проверим звук скорость как работает сегодня эфира из москвы поэтому скорость меньше но надеюсь что вам всем будет прекрасно видно и слышно пришлось немножко поколдовать в пеном для того чтобы быть с вами сегодня на связи к нас все больше и больше это здорово значит увидели анонс ждете эфира обычно в это время некоторое время назад я вел прямые эфиры посвященные личной жизни я к ним вернусь точно список людей которые хотят моей мини консультации огромен на сегодня будет наша встреча посвящена снова института психосоматики поскольку совсем скоро уже в эту субботу стартует новый поток и многие из вас спрашивают а что дальше что после института и поэтому лучше всегда послушать тех студентов кто завершил образование в институте чтобы узнать как у них дела и кстати у меня у самого не всегда есть время с каждым встречаться поэтому прямых эфирах удобно это делать и наш сегодняшний диалог это будет в том числе для меня познавательно узнать а как собственно складываются дела был сегодня развод я задыхаюсь но мы сейчас с никиту возьмем прямо и потом может быть вас если будет связь нам позволять все у вас возьмем вы получите консультацию мне радостно смотреть когда наши выпускники делают прекрасные результаты работают не чувствуют никаких границ видят только впереди огромную перспективу и в настоящем получают огромное удовольствие от того что они делают так ну давайте сейчас никиту посмотрим где он у нас да уже здесь все никит надеюсь на сегодня сигнал будет устойчиво и все будет хорошо вопросы чуть чуть позже мы ответим ваши все поэтому дождитесь я скажу а теперь можете задавать вы тогда будете писать в чате и я буду читать никита здрасте как меня слышно и видно здорово хорошая картинка наконец я просто мне пришлось немножко тут поколдовать свой пеном я его все равно тестил потому что мне надо знать точно какая скорость по нему идет пока я 20 мегабит секунд не добился я не запускал я в горах геленджика нахожусь классный сигнал всем да но я здесь настроился максимально чтобы был хороший интернет чтобы не мешало нам так скажем поповедать наш институт ты очень хорошо сказал про наш институт я разделяю полностью твою позицию знаешь почему потому что институт невозможно без учеников и каждый из вас свою лепто внес своим образованием поскольку я своим коллегам всегда говорю а мы учимся у наших студентов потому что каждый из вас какую-то новую грань кто-то там кого-то критиковал иногда да кто-то какие-то кейсы приносил кто-то задачки создавал это все классно прокачивает всех нас в том числе поэтому это объединение не только там меня но и преподаватели студентов которые вместе мы обмениваемся энергией обмениваемся знаниями делимся впечатлениями таким образом наши жизни совместно научат улучшаться да вы абсолютно правы мы всегда с большим теплом вспоминаем время которое провели в институте всегда поддерживаем контакт с преподавателями мы находимся в общении в чатах то есть у нас это такая семейная история это не просто что мы получились получили какие-то навыки и убежали абсолютно нет то есть это формулировка наш институт она очень хорошо описывает наше теплое душевное отношение ко всему что там происходило ведь мы там действительно раскрылись расскажи себе немножко как ты оказался в горах как тебе эта ситуация завела дела пошли да собственно сейчас просто приехал навестить семью они у меня живут в геленджике на черном море на побережье вот люблю сюда приезжать что так скажем немножко продышаться после немножко успел от московского ритма отойти какие-то новые задачи для себя поставить вот ну а собственно говоря если говорить уже обо мне о том чем чем я сейчас занимаюсь да то с появлением института в моей жизни поменялось кардинально все то есть я не могу сказать что это даже другая жизнь это наверное уже 101 другая жизнь после института вот естественно каждая была лучше да каждая повела к новому аспекту меня и изначально я в институт шел с запросом чтобы разобраться в себе мне было интересно а почему я все время болею да у меня были постоянные походы к врачу у меня был абонемент не спортзал а в частную клинику в москве вот то есть хронические болезни диагнозы там какие-то и медицина вроде не помогал может парочку на перечислить да 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 ну например у меня постоянно были с детства проблемы с желудком я не вылазил из отравления желудок сбою у меня загиб желчного был язва там по моему что-то с язвами с гастритами вот и собственно говоря любая пища какая-то которая отходит чуть-чуть от нормы вызывала полное расстройство спазмы меня могли там бывали дни когда по пять раз увозили за ночь на скорой потому что крутило так что аж чуть не сознание не терял вот был хронический танзелит я постоянно не вылазил из ангин вот бесконечно болела горло бесконечно высыхала слизистая кашля то есть по два раза в месяц я болел стабильно это просто как бы простуда воспаление легких очень часто были то есть постоянно что-то себе давал ну тело знать да как-то с боем вот ну и собственно в тот момент я задумался что со мной происходит может быть я что-то как-то не так делаю да не туда смотрю и не своим так скажем путем иду вот и меня очень заинтересовал я увидел как один из моих друзей и знакомых ведет сеанс регресса меня очень заинтересовало как он это делает то есть как только уловил это меня прям ну максимально как бы это было это был Женя Коблов да я увидел как он ведет сеанс и меня прям максимально потянул в институт, и я буквально через 3 дня сказал, что хочу идти в институт к вам и обучаться. И когда я пришел, я шел с запросом получить инструкцию к себе, чтобы разобраться, а почему в моем теле все это происходит. Вот, соответственно... Никита, сколько тебе лет? Тут вопрос сразу задают. А, 25 лет. 25 лет. Так, продолжай. И вот ты понял, что тебе в институт, когда ты увидел, как Женя с тобой волшебным образом работает, который архитектор, да, ну, в некоторые видели наше прямое эфир, а кто-то не видел, да. Он тоже к нам пришел. Он работал с другим человеком, а я просто наблюдал со стороны. И мне очень понравился этот процесс. Вот просто как-то, знаете, на уровне наития какого-то меня прям потянуло туда. Вот. Ну и, собственно говоря, я лет, наверное, в 12 начал изучать этот вопрос. В принципе, что наши эмоции это, ну, не просто так они у нас, да, в теле там их чувствовать. Почему там я когда волнуюсь, у меня горит в груди, там, например, да. Или почему какие-то заболевания, допустим, в теле говорят о каких-то проблемах в жизни, да, там, ну, допустим, там, невыраженная агрессия, это там, ангины, так, к примеру. Вот. То есть я начал этим вопросом потихоньку интересоваться. Вот. И в какой-то момент, ну, просто вот действительно так все сложилось, что меня вывело на вас, на ваш институт. Я стал смотреть ваши прямые эфиры, интересоваться и понял, что, ну, хочу туда идти. Естественно, когда я туда пришел, я помню, как вы в первый день нам сказали, что вопрос, первый вопрос, который я от вас услышал, это кто сюда пришел, значит, для того, чтобы получать, ну, как бы инструкцию к себе, для себя, да, там, поднимите руки, половина подняла руки, да. И кто сюда пришел как специалист, чтобы там повысить свой уровень и так далее. Вторая половина была специалистами, которые пришли повышать свой уровень. И вот вы тогда сказали, что, ну, пройдет время, и вы захотите тоже помогать другим людям, захотите нести это в мир и будет зажигать это не только вас, но это, как бы, внутренний огонь, внутренний свет его будет, так скажем, желание передавать. И действительно так и получилось, и очень быстро переформировался мой запрос в институте, буквально, наверное, за месяц или полтора у меня уже появилось огромное желание именно нести эту информацию людям, да, распаковывать в них их потенциал, там, помогать решать им их задачи, боли, проблемы, вот. И, в принципе, через полтора месяца после начала обучения я уже начал принимать первых клиентов, уже даже пошли первые деньги. Начинал, я помню, с пяти тысяч рублей за сеанс, по-моему, да. Ну, это то, что мы всем рекомендуем, с чего начинать. Первая ступенька бесплатно вначале поработать, чтобы вот уверенность у тебя появилась, да, а потом буквально там через неделю, кто-то через месяц, кто-то на второй ступени начинает уже брать деньги за эту работу и от этого еще выше мастерство поднимается. Вот когда ты получил первые деньги от клиента, что ты почувствовал? Ну, я почувствовал, что я внес какой-то вклад в другого человека и получил такое, знаете, ну, деньги, это же энергия тоже, да, и такой получил энергообмен, да, то есть я отдал ему со всей, так скажем, своей внутренней любовью и отзывчивостью часть какой-то своей энергии, да, помог раскрыть, решить его успех, ты взамен получил часть его. И в тот момент я понял, что хочу продолжать развиваться в этом деле, и, ну, ощущения были, так скажем, очень непривычные для первого раза, потому что, ну, никогда в жизни я не думал, что я буду в этой стезе, да, года там четыре, может быть, назад я считал, что психолог это человек, который нужен только тому, у кого нет своей головы на плечах, то есть вот настолько сильно у меня поменялось впечатление о мире, что теперь я сам этим занимаюсь, да. Никит, про секрет, вот сразу в контексте, ты спрашиваешь, где же вы нашли первого клиента за 5000 рублей без опыта? Вот расскажи, как у тебя это сложилось? Ну, во-первых, первый момент, который был, я помню, вы нам сказали на модуле введения психосоматику, что, друзья, у вас, значит, вы владеете гипнозом, вот вы получили какие-то адзы, практикуйте, прямо начинайте сейчас. Вот, ну, естественно, я в этот же вечер уже предложил своей подруге с ней начать заниматься, вот, и мы начали пробовать, то есть через буквально недельки две или три я разговаривался, случайно встретил свою знакомую, вот, и разговаривался с ней о том, что у меня сейчас идут новые знания, новые потоки, вы знаете, это на первых этапах всегда происходит такой бум, всплеск, то есть ты как будто бы новорожденный младенец, который смотрит на жизнь совершенно по-новому, под другим углом, естественно, летит огромное количество эмоций, и я вот на этом эмоциональной волне как бы начал это все рассказывать, делиться какими-то инсайтами, и она мне сказала, ты знаешь, я хочу, чтобы ты со мной поработал, вот, то есть я начал делиться, открываться, ее это, видимо, что-то внутри начало поднимать, вот, и она предложила мне с ней поработать, вот, собственно, это был мой самый первый клиент, вот, и, ну, мы, наверное, около пяти сессий провели, где-то, где-то вот так, да. Ну, отлично, то есть на самом деле люди, вот, ты, вот, я тут разборы делал недели-две назад, да, пару психологов было, имеющих давно диплом, но который лежит на полочке и пылится, они не понимают, как можно легко и просто находить себе работу, лишь только смотрев на этот мир широко открытыми глазами и с открытым сердцем, и тогда работа тебя сама найдет, когда ты рад делиться с каждым своим знакомым, как это круто, то это тебе начинает обратно от вселенной, от людей конкретных приходить запрос, люди вдруг поворачиваются, потому что ты даешь им энергии, а у них энергии сейчас не хватает, и уровень восприятия себя, как энергетического поля, да, на третьей ступени, то, что я вам давал, это очень важный инструмент, который позволяет правильный маркетинг выстраивать, правильный последний. Абсолютно так, да. Если человеку даешь, ведь кто отказывается, мы сейчас сделаем, если опрос среди тех, кто сейчас смотрит, уверяю, что 90% скажут, что у меня есть проблема какая-то, которую он хочет решить, у него нет ресурсов, или нет знаний, или нет запала, или он верит, что это уже невозможно никак поменять. Есть какие-то но, да. Да. Либо со здоровьем, либо связанные с, скажем так, с упадком сил, либо с личной жизнью и так далее. Но все это вопрос энергии. А энергия, это любое, кстати, дело, да, она является первоисточником, и если человек закрылся этому чувству, то да. Поэтому и маркетинг, и успех в личной жизни, и здоровье строится на этом. Если человек не умеет любить, не умеет открываться этому миру, боится и так далее, или верит в то, что это неправильно, или стыдно, или так далее, он себя блокирует. А клиент очень просто находится. Достаточно просто всем своим знакомым сказать, кто ты, но сказать это не формально, не просто вот почитайте там скромно, да, а прямо открыто. Да. Открывается. Так скажем, этот свет, да, свет пролить на них, и... Да. И даже на своем личном примере рассказать какую-то историю, как это тебе... Ведь придумать ничего не надо, надо просто посмотреть то, что есть, и просто рассказать, как это было, передав это эмоционально. Да, вот этот, кстати, момент я очень хорошо запомнил с обучения, что когда мы устанавливаем... Нам же очень важно для начала установить рапорт с клиентом, да, чтобы доверительное отношение. И, собственно, я часто пользуюсь этим приемом, когда я рассказываю о своих кейсах, то есть каких-то своих внутренних проблемах, которые я разбирал. Я беру и открыто рассказываю человеку, не стесняясь этого, и доверительное отношение сразу выстраивается. Я поделился своим личным, он начинает делиться своим. И вот это очень хорошо работает. И по поводу... Да, вот какие-то тебя инсайты поделись, пожалуйста, потому что как раз про это сейчас и спрашивают. Как от заболевания ты избавился? То есть что лично у тебя являлось причиной, как ты это увидел сам? Вы знаете, с того момента, как я пошел в институт, у меня жизнь понеслась. Самое интересное, что в принципе я в первый раз увидел вот сеанс регресса, это было 12 апреля, это был день космонавтики, это было очень знаменательно, потому что вот ровно в этот день у меня внутри появилась какая-то ракета, и уже на протяжении полутора лет абсолютно каждый день в своей жизни я иду этим путем. Я постоянно раскрываю не только клиентов, которых у меня сейчас достаточно, и мне с ними очень интересно работать, а еще я раскрываю себя. То есть эта работа идет постоянно. Если какие-то ключевые моменты определить, да, ну естественно, было много, так скажем, вопросов с родителями, да, то есть отношения с родителем, со своим родом, и я помню первый раз, когда я услышал, что у меня проблемы в отношениях с мамой, я рассмеялся и сказал, у меня с мамой отличные отношения, да. Но как выяснилось, да, потом, что там есть какие-то конфликты, значит, я эти конфликты осмотрел, да, что ага, там, значит, например, я узнал, что когда родители планировали ребенка, они практически вот до уже там две недели, месяц до того, как рожать, думали, что будет девочка, и все подготовили для девочки, да. Там была розовая комната, и все в таком формате. И когда мама узнала, что оказывается, там мальчик, она три дня сидела и ревела. То есть это же тоже эмоции, это все передается, да, и определенные, так скажем, концы из этого были в жизни. Какое на тебя это влияние оказало, что ты сам проанализировал? Вы знаете, да, у меня, что я проанализировал вот по этому поводу. У меня не было ощущения какой-то опоры внутри себя. Ну, то есть мужчина, он же как, он имеет внутренний стержень, да, это для него опора, этот стержень помогает ему идти, да, то есть внутри он твердый, снаружи, может быть, он мягкий, да, для проявления доброты и любви тоже, да. А женские энергии, они все, ну, так скажем, женщины и женское начало, оно довольно, ну, отличается от мужского. То есть это немножко разные вещи, тем не менее, что мы каждый в себе имеем как и мужское, так и женское. И у меня были такие проявления более, так скажем, мягкие в каких-то моментах, которые мне мешали, допустим, дойти до каких-то моих целей, до, ну, довести дело до конца, там, да, или где-то я мог там сдаться, там, что-то не доделать. Вот. Ну, то есть какой-то аспект внутри меня не давал мне до конца чувствовать твердость. То есть, ну, это уже осталось в прошлом. И мало того, я хочу сказать, что, ну, может быть, где-то месяца как три-четыре назад я раскрыл себе такую вещь, что у меня не только мужское начало активно, но и женское. И для меня это огромный плюс, потому что я прекрасно чувствую там тонкие, так скажем, уровни, тонкие энергии, когда работаю с девушками, с женщинами. Я очень люблю именно, так скажем, вести путь по раскрытию сердца у девушек, у женщин, да, это очень важный момент, как я считаю. И у меня очень хорошо получается работать с мужчинами, потому что вот эта тонкость, да, некая, так скажем, как искусственный взломщик с одной стороны подошел, с другой стороны там, да, то есть а не прямолобость такая какая-то твердость, да, когда ты из глотки что-то достаешь. Она помогает найти подход к каждому мужчине. Вот. Ну, а если еще, допустим, какой был у меня очень интересный кейс? Это такой один из самых популярных, о котором я часто рассказываю. В общем, когда я делал какое-то действие по чьему-либо указанию, да, то есть меня просил, например, я вот работал личным ассистентом, да, и меня просили выполнить какое-то дело. Я выполнял его четко, идеально, быстро, ну, то есть исполнительность, 99% все было очень хорошо, без лишних вопросов. Но один маленький процентик я оставлял неосознанно какую-то ошибочку, из-за которой все могло рухнуть, и чтобы получить за это наказание. А когда действие нужно было сделать самому, я не делал вообще ничего в сторону того, что нужно именно мне, да, что новое действие, новая ответственность. И у меня было, знаете, такое ощущение оцепенения в теле, будто меня в бетон закатывают. Так вот, что я из этого интересного достал? У меня в детстве я был очень активным ребенком, то есть я постоянно, знаете, такой ребенок, который что-то выбивал, поджигал, ломал там, собирал гурьбу народу, то есть вот постоянно, меня называли поджигателем, потому что я постоянно какие-то конфликты, постоянно какие-то истории, то я там, значит, кому-нибудь глаз выбью, то я там стекло сломаю, то есть, ну, и у меня сформировалось такое убеждение из детства, да, неправильное, что, некорректное точнее, что любое действие – это плохо, и за ним следует наказание. И поэтому, когда во взрослой жизни я совершал действия по указанию кого-то, я оставлял маленькую оплошность, чтобы продолжать убеждать себя, что действовать плохо, и за ним последует наказание. А если мне нужно было действовать самому, я не делал ничего, чтобы потом корить себя и самостоятельно наказывать. То есть, ну, вот, к примеру, вот такой вот паттерн. Тут был вопрос, я хочу уточниться, потому что ты очень интересные вещи рассказываешь для тех, кто это понимает. Ну, все-таки вот людям нужно знать, да, вот когда этот перелом в твоем здоровье произошел, и что конкретно ты понял, допустим, с желудком, да, откуда эта тема идет, вот откуда физические болезни. Потому что у людей работа с собой начинается тогда, когда они упираются. Не у всех, да, когда они упираются либо в личностный кризис, либо в проблемы со здоровьем, которые не лечатся классическим подходом, но люди страдают, и они что-то, ну, начинают задумываться, а почему это так. Вот это со мной тоже произошло, и у тебя такая же история была. Я в 12 лет тоже болел болезнями ЖКТ, и тогда первый раз прилетела мысль в голову. Блин, молодой организм, еще растущий. Почему я второй раз попадаю в больницу, пью препараты, а у меня опять изжога и опять болит? Вот понимаешь, да, вот такой наивный, простой, чукотский, как говорится, вопрос, на который надо найти ответ. Вот что для тебя послужило вот этим инсайтом, после которого начала работать ЖКТ хорошо? Вы знаете, для меня инсайтом послужило, в принципе, я не могу назвать какой-то один кейс, который меня бы привел к нормальной работе моего желудка. Мало того, модуль ЖКТ я очень ждал в институте, думал, что ой, я всю жизнь мучился с животом, но когда я дошел до модуля ЖКТ, я вообще уже мог есть все подряд, и у меня ничего не болело. Так вот, ключом к этому всему была именно проработка внутренних глубоких конфликтов и обид. То есть то, что сидело у меня где-то глубоко, и сидело в детстве. Обиды были на родителей, обиды на братьев и сестер. И одно из ключевых моментов еще, самая большая обида на родителей у меня была в момент их развода. Они рано развелись, и я тогда решил, маленький, что это из-за меня, что они меня не любят, и я на них решил обидеться. То есть даже это вытеснило как-то. И когда я, так скажем, уже провел неоднократное количество сеансов касаемо каких-то своих детских конфликтов и травм, которые были довольно глубоко, либо же обид, которые были в роду, я просто заметил, что живот перестал меня беспокоить в какой-то момент. То есть какой-то прям конкретный период я выделить не могу. Я могу сказать, что это была продолжительная работа на протяжении, может быть, там нескольких месяцев. То есть это называется смена парадигмы, когда ты не просто какой-то один конфликт, а ты вообще структуру взаимодействия с самим собой изменил. Поэтому энергия стала по-другому течь, и у тебя блок этот ушел. Ты допустил, впустил в свет свою душу, который и так был, но он давил на тебя, ты его не впускал, потому что блоки. Не впускал, да. Это был блок. И когда человек начинает раскрывать свое сердце, у него происходит трансформация энергетики, и вот эти блокировки энергии ЦИ на уровне эфирного тела, они сами проходят. Поэтому здесь с некоторыми клиентами не просто вот конфликты, все, и боли нет, и все, человек здоров, нет. Человек должен измениться тотально, измениться в отношении к самому к себе. Потому что, ну, допустим, если человек представить как инструмент ручка, да, некоторые бьют просто вот по бумаге и ничего не пишут. Они себя очень примитивно используют. И можно, конечно, на какой-то наконечник сюда одеть и сказать, давай вот мы сейчас тебе такой набалдажник оденем, и ты не будешь ничего чувствовать, и вот эта боль у тебя пройдет, ну, ты долби дальше, как говорится. А если взять и понять, что это ручка, и начать ее использовать с умом и по назначению. Красиво писать, да. Да, то тогда все станет на свои места. Также и человек, он требует понимания. И, по сути дела, даже психика не является конечным опытом человека. Это тоже инструмент, которому как раз мы в институте обучаем управлять. Когда ты понимаешь, что психика это не просто я, это инструмент в твоих руках. И тогда начинают происходить эти чудеса. Конечно. Да, самое главное, знаете, что я хочу добавить про институт? То есть, ну, я искренне, всей душой благодарен этому обучению. Я, у меня уже три человека, по моей рекомендации, они учатся сейчас в институте. Несколько человек думают, чтобы пойти поток в сентябре. Даже мама у меня хочет пойти учиться. Да, это самые лучшие показатели. Да, да, да. Даже мама хочет пойти учиться. Так вот, для меня в институте было очень большим открытием то, что вы нам там дали базу. То есть, вы нам дали очень плотный фундамент. Мы, во-первых, трансформировались полностью сами. За срок обучения я стал абсолютно другим человеком. Я был такой довольно зажатый, ну, скажем, достаточно бледного цвета, с болячками. И после института я не стесняюсь проявляться, я не стесняюсь выступать на аудитории. То есть, да, и самое, что главное, вот о чем я говорил, чтобы не сбиваться, вот этот фундамент, который дают нам в институте. То есть, мощную опору, стоя на которой мы можем разрешить и трансформировать абсолютно любой конфликт. И вот вы очень правильно сказали, мы именно учим, так скажем, управлять своими эмоциями, да, управлять своим вниманием, энергией, там, да, и, так скажем, наблюдать за течением этих процессов, но не контролировать их. Потому что, опять же, когда мы пытаемся что-то контролировать, да, мы боимся, что это выйдет из-под контроля. А здесь все построено на ощущении полного тотального доверия к самому себе, к своим внутренним ресурсам. И получается, что, допустим, сейчас, когда я работаю, я на базе того, что получил в институте, да, вот, получается, это четыре техники. У нас остеопатия, модуль остеопатии прекрасный, обожаю, я работаю как остеопат, гипнотерапия, потом у нас работа с психосоматикой сновидений и, так скажем, энергетический модуль, да, по работе с энергиями, эзотерически. И вот все эти четыре инструмента, они позволили мне развиваться в абсолютно любом направлении, то есть расти вширь. И, мало того, докручивать какие-то техники, что-то добавлять, совмещать, да, то есть изучать какие-то, даже, может быть, другие учения и добавлять это к нашим. То есть, знаете, это руки, в общем, появились, и ты свободен, ты можешь творить, как хочешь, писать вот этот холст и работать с человеком как угодно. Здорово. Теперь расскажи, как дальше практика стала развиваться? Ты начал с 5000, рассказал про свой первый класс. Да. Что дальше стало? Да, дальше. ты уже делаешь. Хорошо. Дальше все пошло следующим образом. На одном из модулей был модуль у вашей супруги, у Александра Толоконина, и я там познакомился с несколькими женщинами. Вот. И, собственно, они очень заинтересовались тем, что я делаю, и решили пойти ко мне на прием. Сейчас одна из них уже заканчивает третий поток. Вот. Если она смотрит, то передаю привет. Это была одна из моих таких тоже первых учениц. Так вот, дальше я пошел, так скажем, в более углубленное изучение и расширение себя. Оставил такую же стоимость в районе 5000 рублей за сеанс. Вот. И у меня пошли очень большие процессы трансформации. То есть, как будто бы все происходило семимильными шагами. То есть, была активная распаковка своего внутреннего, так скажем, потенциала, своих способностей, интуиции. И за счет этого у меня было совсем немного времени для того, чтобы начать работать с клиентами и так далее. Но у меня была еще, как я говорил в то время, социальная профессия, которая, так скажем, позволяла мне учиться и быть погруженным в себя. Когда я понял, что я достаточно, так скажем, приобрел навыков для того, чтобы идти дальше, я начал, соответственно, повышать ценник и разрабатывать различные варианты работы с собой. То есть, я стал делать терапию по пакетам. Я, например, стал добавлять такой уже под конец своего обучения продукт, как личное ведение. И сейчас, например, у меня есть различные инструменты и вариации работы. Я работаю с аудиториями, даже читаю лекции. Мне нравится взаимодействовать с большим количеством людей, рассказывать им об эмоциях, вести какие-то практики, практики, медитации. Кстати, что самое интересное, пока мы учились в институте психосоматики, мы действительно, если можно так выразиться, профессионально научились медитировать. То есть, насколько это возможно, погружаться в аспекты себя, раскрывать свои способности, исследовать свой бесконечный, невероятный внутренний мир. Это личное ведение. Причем личное ведение, у меня сейчас есть в личном ведении один человек. Личное ведение я беру 120 тысяч в месяц. И этот человек у меня уже в личном ведении два месяца. Его сейчас, конечно, очень хорошо чистит. Он у меня подписал контракт на полгода. Происходят там просто какие-то невероятные трансформации. Ну и, соответственно, частная консультативная практика, она осталась. Сейчас я, так скажем, перехожу в формат, знаете, понял, что я как будто бы как завод, который вытачивает одну очень хорошую детальку. А почему я вытачиваю одну, если я могу вытачивать миллион штук? Точно таких же хороших и не избавлять качества. То есть, я начал переходить сейчас своим фокусом на работу с аудиторией, на работу с большим количеством людей. Оставляя частную консультативную практику, просто повысил чек для того, чтобы, так скажем, сократить. Да, 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 чтобы расписание не было на несколько месяцев, которое тебя обязывает принимать пациентов, поскольку они все ждут. А так ты, вот я тоже многим рекомендую сделать, когда очередь начинает до месяца переваливать, надо повышать цену, потому что иначе вы почувствуете выгорание через какое-то время. Абсолютно так. Когда у тебя расписание составляется на одну неделю, на две, на три вперед, во-первых, пациенту легко попасть к тебе, ну вот как-то в ожидаемом будущем, если вот так тем более надо, это же как обычно сегодня. Конечно, да. Вот, это раз. А во-вторых, ты можешь более свободно составлять свое расписание. Захотел поехать на тренинг – поехал. Захотел отдохнуть – отдохнул. Захотел чем-то заняться еще, какое-то обучение пройти вперед. То есть ты свободен. И вот чувство свободы – это один из аспектов сбалансированной энергии. И когда у тебя оно есть, то пациент, который в своей несвободе, даже он там, может быть, богаче тебя гораздо, там, опытнее, старше, неважно. Но он не в свободе. Значит, ты ему можешь это передать. И вот это один из самых важных моментов в работе, когда ты даешь человеку свободу. Ну, она через энергию любви, конечно. Определенно так. Да, но тем не менее. И человек это чувствует. И поэтому он доверяет. И мне, наверняка ты с этим уже сталкивался, тоже было, знаешь, немножко сначала неловко. Когда у меня частная практика началась там лет в 16, тебе там лет 18, и ты работаешь с женщиной, которой 70, она тебе к бабушке годится, да? И через полчаса она тебе про какой-нибудь секс рассказывает. Потому что что у нее там было. И потом она вдруг это самое ее там отпускает, что она понимает, что здесь внук сидит. Но раз ей надо было это выразить, да, соответственно, это происходило. Вот. Поэтому такие вещи будут. Не обращай на это внимания, потому что главное, что ты человеку даешь энергию. Да. У меня, знаете, как интересно получилось. Так скажем, моя целевая аудитория сильно старше меня. То есть люди, с которыми я работаю, как правило, это очень... Ну, у меня прям есть целый такой пласт клиентов, которые это уже состоявшиеся мужчины с семьями, да. Некоторые даже не только с семьями. Вот. И у которых уже, так скажем, свои бизнесы, которые достаточно сознательные, с раскачанным менталом, да. То есть такие, знаете, есть люди, которые как бы на дороге не с той шею оторвут, да, вот в таком формате. И с ними очень хорошо получается работать. Конечно, я поначалу сталкивался с двумя такими, так скажем, точками сопротивления. Первое – это классические психологи, которые получили, вот как вы сказали, диплом, да, там шесть лет отторобанили и положили его на полку, что «Ой, у тебя же не академическое образование, да». Ну, извините, у меня есть огромное количество кейсов, да, через меня прошло за всю практику там порядка около, наверное, ста человек. И в случае исцеления я свой продукт, своего продукта, да. Плюс ко всему, когда видят, что молодой, да, то есть все говорят «Ой, молодой, я еще довольно молодо выгляжу». «Ой, молодой, молодой, молодой». Ну, когда начинаешь работать, все вопросы сразу пропадают, то есть как бы их сопротивление уходит. Ну, подождать 15 минут, и потом все станет нормально. Да, да, да. Нормально. Когда-то придет время, когда у тебя будут сверстники в основном, потом ты будешь старше людей и так далее. Стали появляться молоденькие уже, ребята, да. Все нормально. 100 человек за какой период времени? Вот, и у нас, видимо, люди подключаются периодически, не с самого начала. Да, да, да. Поэтому еще раз. Ну, я подсчитал, я подсчитал, там где-то получилось 80 с копейкой, это количество человек, с которыми я поработал с момента начала обучения в институте. То есть, это, да, около 80 различных кейсов. Ну, я очень люблю говорить, что если добавить меня, то тогда 1080, потому что сколько кейсов раскрываю, это в себе, это что-то с чем-то. Никит, скажи, вот то, что ты сейчас стал работать с аудиторией, вот какой последний тренинг ты провел? Для кого? Сколько было народу? Последний тренинг, который я проводил, это мы проводили мероприятие у моего друга, товарища, с партнера, с которым мы сейчас делаем, кстати, один из очень интересных проектов для мужчин. Вот, у нас, наверное, все заметили, есть проекты для женщин, а для мужчин проектов не очень много, вот, и мы решили с ним создать такое сообщество для мужчин. Ну вот, мы делали в его комьюнити, на лекции присутствовало 84 человека, по-моему, или 83, что-то такое, ну, около, ну, 80 чем-то человек. Вот, тема лекции была внутренний покой, безусловная любовь, вот, практика медитации по внутреннему покое и встречу с хранителем рода, вот, то есть, и после практики я отвечал на вопросы. То есть, я сначала очень коротко и сжато, так скажем, загрузил информацию через сознание, да, то есть, какие-то инсайты у всех пошли, какие-то свои внутренние моменты, распаковки вопросы, да, а что, почему касаемо, почему мы испытываем те или иные эмоции, да, что все на самом деле в этой жизни для нас, там, да, для, кстати, фраза номер один, которую каждый человек запомнит, учась в институте психосоматики, да, и она будет ему помогать в самую трудную минуту, это что все происходит для того, чтобы раскрыть нас дар безусловной любви, да, то есть, это то, что ведет, в принципе, по жизни и ведет этот путь. Так вот, дав коротко и сжато информацию, я приступил сразу к практике, потому что заметил, что когда мы проводим опыт через тело, да, то есть, эмпирическим путем, начинаем, так скажем, погружать в транс, в медитацию полного расслабления, а еще и потом происходит практика встречи с хранителем рода, где каждый для себя видит своего хранителя рода, видит свое дерево. Вот эту практику, кстати, проводили нам вы, и, ну, я как бы всегда так делаю ссылочки, всегда рассказываю, всегда, все мои клиенты слушают ваши медитации, то есть, все, так скажем, касаются института. Так вот, после того, как даешь информацию, потом проводишь опыт через тело в практике, потом еще и они там получают кучу инсайтов, встречают хранителя рода, получают мощную информацию, там идет практика с благословлением, с получением каких-то желаний, энергий, они для себя открывают вообще свой рот, да, они выходят с огромным количеством вопросов в состоянии, ну, как бы, фраза номер один, которую я слышал после каких-то своих выступлений, это как классно, мягко и глубоко мы погрузились в транс, то есть, у меня такой голос, как мне часто это фидбэк, да, вот мне такое дают, что люди очень хорошо погружаются в транс, то есть, спокойно, безопасно. Потому что твое голос отображает состояние души, поэтому, если ты чувствуешь себя глубоко и ты на потоке находишься, ты это передаешь в виде слов, ты можешь быть не вокалистом, не обязательно его перепеть. Важно прокачивать, конечно, голос и тренинги эти были в институте. Да, да, да. На два момента хорошо поработала, но помимо механики надо еще наполнение. Энергия, да. Изнутри энергии. И она сама пойдет. Мы же все же разными голосами говорим. Конечно. Но в каждом голосе своя тембровка, поэтому каждый найдет и свою аудиторию, своих клиентов. Потому что людей, у кого проблем в этом мире, во, понимаешь, да? И моя основная цель, которая мной руководила для открытия института, это научить как можно больше талантливых людей, таких вот, как ты, да, и кто к нам пришел. Для того, чтобы вы, в свою очередь, то же самое делали с другими людьми, придумали что-то свое на базе знаний. Они очень универсальны. Можно развиваться куда угодно. В групповую терапию, в индивидуальную, в эзотерику можно уходить, в ченнелинг устраивать, если очень хочется, прям туда, там, со звездой какой-нибудь общаться и людям вещать. И кому-то это тоже принесет огромную пользу. У человека включится осознанность, он избавится от обид и почувствует себя иначе. Вот. А с кем-то надо больше по медицински работать, когда есть проблемы с делом. Конечно, да. И тогда более такой идти подход. Поэтому у кого каждый свой индивидуальный почерк получит через какое-то время и дальше вот эта уникальность будет тоже развивать вокруг себя реальность. Что, собственно, с тобой происходит, поэтому это очень радостно слышать. Да, именно так и происходит. Теперь давай попросим всех, кто хочет задать тебе вопрос, пусть его зададут, потому что там были, я так некоторые зачитывал. Так. Видишь, у тебя хорошая энергетика. То есть, сколько тебе лет красавчик. И такие вопросы есть. Вы идете в саморегресс? Вот спрашиваю. Да, в саморегресс я хожу. Причем, так скажем, есть три уровня, на которых я ходил этот саморегресс. И сейчас я работаю сам с собой. Иногда подключаю специалистов, с которыми я учился, опять же, в нашем институте. Вот. То есть, ребята, с которыми мы вместе условно сидели за партой, мы друг другу всегда выручаем, помогаем. Вот. Если есть какой-то глубинный внутренний там паттерн, да, что нужен немножечко новый поток какой-то энергии, то мы подключаемся и ее решаем. А саморегрессом, да, работаю на протяжении, наверное, полугода уже с собой. Вот вопрос задает человек, но это, наверное, я отвечу. Как работать именно с детьми и где начать? Начать можно в институте психосоматики. Почему? Потому что вот у нас сейчас открылось направление, кстати, Оксана Измагулова, выпускница первого потока, вместе со мной сейчас в клинике Нововита работает именно по этому направлению, потому что она еще и логопед детский, да, и дефектолог, у нее мощное образование было, плюс наши знания добавляет. Так вот, проблема детей – это проблема родителей. Если вы хотите помогать детям, вы всегда должны уметь контактировать со взрослыми. Именно эти знания мы даем в институте психосоматики, а потом каким-то техникам дополнительно доучиться в остальных вузах без проблем. Детская психокоррекция и так далее. Но надо работать с семейной системой. Если не работает только, вот ребенок пришел, он там, у него есть ДВГ или еще какой-нибудь симптом идет, или он плохо разговаривает. И вот все начинают работать с ребенком, забывая про родителей. А иногда не надо с ребенком вообще ничего делать. С мамой поработал, все, ребенок начал. Ребенок уже сам, сам восстанавливается. А если пытаться, как говорится, отрубать голову дракону, голова будет снова отрастать. Поэтому сначала надо научиться работать с семьей, как с системой. Спрашиваю тебя, какая стоимость консультации сейчас? Сейчас стоимость консультации у меня 15 тысяч рублей за 2,5 часа. Плюс консультация у меня не заканчивается на этих 2,5 часа. То есть 2,5 часа мы работаем с человеком, решаем за один сеанс его запрос. Ну, естественно, бывают, как мы уже сказали, комплексные проблемы, которые нужно решать комплексом. Так вот, после этого я всегда через 3-4 дня связываюсь с клиентом. У нас идет созвон от 15 до 30 минут по видеосвязи, где я спрашиваю о том, как распаковывается опыт. Если какие-то инсайты приходят, которые он не докручивает, я помогаю ему докрутить. То есть немножечко подсвечиваю тот путь, на которого я его, так скажем, навел. Ну и, собственно говоря, по истечению где-то, наверное, 2-х недель, когда уже психика адаптируется полностью, я как бы пишу смс, спрашиваю, как дела, как себя чувствуем, какие новые сайты. Ну, как бы такой фидбэк прошу дать. Либо продолжается взаимодействие, либо… Да, но это ты пока поначалу делаешь, потом ты от этого уйдешь. Потому что я тоже так делал. Звонил, спрашивал и так далее. Потому что мне безинтересно, что с людьми происходит. А сейчас настолько я доверяю своей работе и самому себе, что мне не надо переспрашивать. Но я прошу при сеансе еще, вы там напишите через месяц, как дела. И если надо будет еще, мы еще надо будет расстретиться. Потому что есть, сразу многим скажу, есть клиенты двух условных уровней. Те, которые готовы сами себе помогать, но ты их только направляешь. Ты даешь им сигнал, допустим, с деньгами сложности, или они рассчитывают только на одну встречу. Даешь по максимуму, объясняешь на пальцах, что делать дальше. И дальше они берут на себя ответственность и идут. Есть второго уровня клиенты, которые сами не справятся. У них уже нет ресурса. У них настолько либо сильное заболевание, либо они страдают психическими какими-то расстройствами уже больше 10-15 лет. И они во власти этого находятся. И для того, чтобы поменять на автономность, требуется длительная поддержка. Тогда надо в программах работать. И тогда уже, конечно, ведение идет нон-стопом. Как минимум 3 месяца человеку работать, а может даже больше. Для того, чтобы у него это осело и трансформировало его личность. Да. И вот сразу хочется добавить, что вот, ребят, слушая ответы Артема Олеговича, сразу понятен принцип, с которым нам дается в институте знаний. То есть нам действительно досконально объясняется каждый момент ведения терапии. Вплоть до того, как, так скажем, условно не забирать на себя какие-то проблемы. Как не сопереживать. То есть любую тонкость, которая может возникнуть в процессе работы с собой, с другим человеком или с группой людей, она объясняется. То есть мы выходим полностью зрелыми специалистами. Нам не требуется пойти еще там подучиться, доучиться. Мы уже достаточно зрелы, чтобы вести практику. Есть форма поддержки. У нас, мы все-таки решили запустить онлайн-клинику для тех, кому тяжело себя промутировать, кто в регионах особенно живет. И, собственно, дать возможность, промутируя наших студентов, выпускников и студентов некоторых, дать им работу уже, чтобы они поувереннее. Потому что большинство таких, как ты, сами пошли и все делают. Да, это приятно видеть. Но некоторым требуется общество, тусовка и так далее. Да, немножечко толчок дать. Не то, что, нет, там самодостаточные люди. Но просто, понимаешь, потребность в учении все равно сохраняется. И поэтому отчасти это в онлайн-клинике решаем. И отчасти мы это решаем в ассоциации. То есть мы объединяем людей, которые даже еще не прошли у нас учебу, но им интересна психосоматика. Можно вступить и всего за 5000 год. Целый год иметь каждую неделю лекции от профессионалов и принимать участие в прокачках. Плюс иметь скидки на все активности, которые устраивает институт. А их много. Если ты выделишь, что для тебя эти деньги два раза ты уже оправдаешь. Потому что даже там лекции в андерколку купить уже 2000 будет скидка. Потому что ты член ассоциации. Ну и плюс очень много полезностей. Поэтому хочется в потоке быть. И, допустим, вы не готовы идти учиться еще. Но хотите прикоснуться к этому. Пожалуйста, вступайте в ассоциацию профессионалов. По ссылке у меня есть. Ссылка на нее достаточно. 5000. И вы получите записи предыдущих уже эфиров, которые были за этот год. И будете в следующем принимать чусти тогда, когда они происходят. Как вы относитесь к этой хилингу? Если тебе эта система знакома, можешь рассказать. Если честно, не очень знаком. Не очень. Да. Ну, я косвенно знаю. Понимаешь, на моем веку, я с 90-х все-таки занимаюсь эзотерикой, этот хилинг пришел последние лет, наверное, 8-10 в Россию. И методов, которые вот такую популярность набирали до интернетной поры еще. Да, их тоже было достаточное количество. И они имели модность, потом они затухали и так далее. Суть-то примерно та же самая. Ты обладаешь неким каналом, к которому ты подключаешься. Канал, на самом деле, один в этом мире. Любовь. Все остальное – это преломление. Понимаете? Да-да-да. Раскрой страшные тайны маркетинговые. И вот, когда ты в этом канале находишься, ты свое уникальное видишь там. С чем ты пришел, какая у тебя есть задача, задачи, какие у тебя есть. И одновременно ты чувствуешь, ну, собственно, ту работу, которую ты можешь делать. И тогда у тебя все получают. Принцип простой. Только нужно с собой работать как с инструментом, тогда ты будешь это все воспроизводить корректно. Так, дальше идем. Какие трансформации сейчас происходят? Почему все так стремительно меняются? Отваливаются люди. Много у кого замечаю. Расскажи, пожалуйста. Могу ответить на этот вопрос, да. Дело в том, что когда вот мы работаем, ну, допустим, когда я работаю с другим человеком, я, так скажем, проливаю в него частичку нового света, который, ну, будем говорить метафорами, я люблю метафоры, так скажем, подсвечивает темные уголки, где надо бы подмести пыль, да, назовем это так. И, скажем так, наша Земля, наша планета, на нее неким образом тоже проливается такой свет. И вот когда вспышки этого света поднимаются, то есть, да, это энергия, это вот как раз энергия любви, а это энергия по своему, так скажем, составу достаточно высокая. И когда эта энергия проливается на нас, то все, что этой энергии не соответствует, да, находится на низких резонансах. Оно начинает, так скажем, резонировать еще сильнее. И поэтому вы начинаете чувствовать какие-то негативные эмоции, начинают отваливаться люди, начинают меняться жизненные сценарии. То есть мир стремительно меняется. Мы живем сейчас в максимально интересное и прекрасное время, в которое, я бы сказал, историческое время перехода, новое время. И сейчас этот переход, так скажем, затвердевает, да, как бы появляется уже фундамент уже нового времени. И поэтому, как я говорю, да, все придут к тому, о чем условно говорим мы, просто кто-то раньше. Вот. И сейчас внешние условия уже подталкивают вас к тому более яро, да, к тому, что, так скажем, трансформировать свою жизнь и жить из любви, из изобилия, из чувства доверия к этому миру, а не закрываться от него в какую-то коробочку и думать, что мир вокруг опасен. Вот, ну, если кратко, то так. Хорошо. Два интересных вопроса. На один я коротко отвечу, а второй тебе задам. Хотя я вам в мунеон адресован. Добрый вечер. Можно ли работать с ребенком через беременную маму? Конечно, можно. Беременность – это нормальное состояние здоровой женщины. Если вы беременны, значит, вы уже здоровы. То есть у вас энергии много, вы фертильны. Это надо себе, наоборот, комплимент сказать. Да-да-да. И не надо относиться к беременности, к какой-то патологии, которую надо оберегать. Нормально, ничего бояться не надо. И сексом можно заниматься, и физической даже активностью можно заниматься, и плавать в бассейне можно, и думать о прекрасном, чем более можно. Да. То есть, пожалуйста. Второй вопрос тебе задам. Елена спрашивает. Расскажите, пожалуйста, как общаться с подростком 15 лет, а огрызается, видимо, не слушает и делает все на зло. Благодарю. Ну, Елена, вы знаете, во-первых, общаться к ним и с ним из состояния, опять же, любви, да, как я всегда говорю, если вы не знаете, как отреагировать, не знаете дать какую реакцию человеку, да, или как с ним себя ввести, это общаться из состояния любви, да, а не из состояния, что, ах, ты мелкий засранец, да, сейчас я тебе взбучку дам. Это первый аспект, да. Второй важный аспект, это, так скажем, то, о чем говорили нам вы. Когда любой человек себя как... Ну, я люблю цитировать это такой фразой. Смотри на чашку, не видя ни стенок, ни материала, в этот момент станешь познавшим. Если перевести на человеческий язык, то когда мы смотрим на другого человека, будь то наш ребенок, или сосед, муж, неважно кто, есть какие-то его проявления, то есть там мысли, действия, слова, поступки, да, и они не всегда бывают корректны. Но нужно понимать, что это лишь следствие, следствие состояния, которое есть внутри у этого человека. То есть что-то внутри заставляет его так поступить, но на самом деле внутри него, точно так же, как и у вас, есть аспект безусловной любви. Нужно внутри принять эту мысль, что в этом человеке тоже есть безусловная любовь. Вот эта фраза, которую вы нам дали в институте, она, кстати, волшебная, это прям заклинание. Если вы видите, что человек некорректно проявляется, или ваш ребенок плохо себя ведет, да, он там может что-то зеркалить вам, то есть нужно разбирать конкретный случай, да. А если общее, то в этом человеке тоже есть безусловная любовь, просто что-то внутри заставляет его проявляться подобным образом. Вот. Ну и сами идем, соответственно, в состояние любви к нему. И вы увидите, что после проговора этой фразы внутри себя, не обязательно ее озвучивать или объяснять ребенку. После включения именно чувства любви внутри себя, ситуация сто процентов поменяется, какая бы она ни была. Да, но надо дождаться этого момента, потому что некоторых терпений не хватает. Они скатываются в агрессию, в крик, там, ах, засранец и так далее. Да, это не работает. Это только отталкивает вашего ребенка от вас. Поэтому в этом-то и прикол весь с родительством в том, что ты не рождаешься родителем, ты становишься. И дети в тебе этот талант прокачивают своим появлением на свет. Поэтому ваша жизнь после появления одного, двух, трех или какого-нибудь от пятерых детей никогда не будет прежней. Дети вас заставят. Лучшие учителя. Лучшие учителя. Они будут зеркалить в вас теневые стороны. Поэтому хотите исправить ребенка, занимайтесь собой. Занимайтесь собой, да. Да, там был, кстати, вопрос, там коротенький такой прям. Значит, куда, есть ли проблемы с родителями, куда смотреть? Ну, во-первых, это не с родителями проблемы. Давайте начнем с того, кто испытывает проблемы, да, чья это, как бы, забота, да. Во-вторых, смотреть всегда в себя, ребят. Все, что есть вокруг, это как ваше отражение. То есть, смотрите всегда в себя. Мир зеркалит вам то, что сидит внутри вас. Если вы испытываете какие-то негативные ситуации, родители там постоянно выносят вам мозги, или, ну, что бы в мире ни происходило, это отражение внутреннего состояния. Всегда смотреть в себя. Да, кстати, вот эта тема, мы немножко коснемся, только мы про политику не говорим. То, что после 24 февраля в России происходит. Конечно. На самом деле, это такая мощная негативная воронка, в которую люди часто втравливаются, и совсем вот это я замирает. Вот я это вижу, которые в этом, во всех переживаниях. На самом деле, если ты хочешь, чтобы это быстрее закончилось, с меньшими потерями, да, для вселенной, людей и так далее, надо в это не включаться. Не вовлекаться. Не вовлекаться, да. ПОЗИТИВ и тогда в твоем мире, и то воздействие, которое ты на мир оказываешь, начинает больше вот этого происходить. Поэтому, в хорошем смысле, самая правильная реакция, это красивый, качественный игнор этой ситуации. И тогда все начнет разворачиваться. И чем больше осознанных людей, тем быстрее эти проблемы, они еще... Конечно. Конечно. Это же определенный, ну, любой негатив, это же определенный урок, да, даже когда мы там ругаемся со своими детьми, там, вот вы сказали, ну, скатываемся в агрессию. Ну, значит, нужно скатиться, значит, нужно пережить это, чтобы это трансформировать. Значит, пока еще не доехали до безусловной любви, пока едем. Да, потому что, ты понимаешь, парадокс еще в том, если что-то чуть-чуть дальше развить, что Александра родилась во Львове, у нее там полно взрослых знакомых и так далее, да, и вот интересно было вообще наблюдать, как эта тема развивалась. И слава богу, полный дзен сейчас. И у нас, и с тем, с кем общение остается, все хорошо. Вот, и поэтому именно это будет влиять. Поэтому, если вам что-то в мире не нравится, вас что-то задевает, начните со своей жизнью, начните с себя. И когда вы будете менять себя, а институт психосоматики, вот на твоем примере, это ярко показывает, да, что это легко и просто дается, да, надо потратить премию, надо инвестировать в этот процесс финансы, и надо отдаться этому, и тогда ваша жизнь заменяется. И я, знаешь, получаю огромнейшее кайф и удовольствие, когда я вижу наших выпускников, у которых менял жизнь. Не было профессии, не было смысла в жизни, были какие-то проблемы, раз и нет, у людей глаза гонят у всех, вот с кого бы не встретил, все вот такие вот, прям, знаешь, прям, кажется, стоишь и кайфуешь, да, получаешь удовольствие. Получаешь удовольствие. Если можно, еще хотел маленькую добавочку к тому, что вы говорили. Вот у людей часто, как и у меня раньше, я действительно не знал, а где же это вот мое дело, что же мне делать, а куда мне идти, а что я хочу, ну, вот как бы, кто я, куда я, и чего я хочу на самом деле, да, вот таких три основных вопроса. И самое интересное, что вот все видят огромное количество пабликов, всяких групп, где выкладывают мотивационные видео, там, цитаты, да, вот как говорил кто-то из, так скажем, сильных мира всего, что если ты не знаешь, куда тебе идти, не знаешь, куда тебе инвестировать свои деньги, инвестируй в себя. Так вот, инвестиция в себя, самая лучшая, которая у меня была в моей жизни, которую может сделать каждый, кто сейчас смотрит этот эфир, это пойти в институт тихосоматики. Мало того, что, ну, я уже так помню просто, что у вас есть там выгодные программы с рассрочкой, то есть, если ты не можешь сразу заплатить за полное обучение, тебе предоставляют рассрочку без процентов, чтобы ты просто мог по-человечески как бы пойти и получить знания, то есть, у тебя нету идеи фиксового института, вот, давай как бы нам деньги, а потом мы тебе расскажем. Нет, пожалуйста, вот тебе поделили, иди, получай знания. И любое знание, любое практика, умение, все, что мы получали в институте, это была невероятная инвестиция в нас, то есть, это раскрыло, вот, как вы говорите, горят глаза, да, каждый идет своим путем, это раскрыло каждого из нас, даже если вы не собирались, если вы отлавливаете себя на сопротивлении, там, да, вот, что это там какая-то секта для дураков, там, что, если есть какие-то внутренние, там, ограничивающие убеждения, или кажется, что да, я с людьми работать, да, да ради Бога, идите для себя, это будет лучшей инвестицией в себя, и я каждому, знаете, как вот каждому советую, каждому желаю пройти такую школу, потому что я бы вел это на государственном уровне для каждого человека, мы бы тогда в космос улетели через 5 лет, ну, на другую орбиту, на Россию прям. Прекрасно, потому что главное, что должно делать государство, на мой взгляд, это заботиться о здоровье своих граждан, и первая ипостась это душевное здоровье, не просто потому, что пропаганда, да, здорового образа жизни, а именно пропаганда душевного и научить, как это нужно делать. В Китае это отчасти есть, да, люди, во-первых, чтят свои традиции, посвященных восточным философским учениям и так далее, у нас это, слава Богу, в каких-то вот моментах присутствует, но еще не тотально, в основном люди в неведении, люди спят в своих снах и в грезах находятся, в конфликтах находятся, поэтому, допустим, ты приезжаешь в Москву и ты заметно сразу, Вандеркок правильно сказал, что самый невертизированный народ, который он видел, травмированный, это россияне, чего у нас только не было, но при всем вот этом многообразии психотрам, эволюционных процессов, которые были в нашей стране, задача, да, какой бэкграунд, взять из этого правильные уроки и идти, так сказать, раскрыв таланты, и когда ты научишься в этом хаосе быть абсолютно спокойным, ты начнешь упорядочить мир вокруг, и чем больше в тебе потенциала, тем больше влияния ты начнешь оказывать. Еще спрашивают у тебя насчет твоего другого образования, до института, где ты учился? Да, у меня помимо этого еще есть два образования, это средне-специальная, то есть колледж, я пошел после девятого класса в колледж, кончил техникум на специальность техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, после чего я приехал и поступил в Москву, в Московский автодорожный институт, и отучился там на инженера легкого автомобилестроения, то есть я получил сначала средне-специальное, потом высшее, но потом понял, что вообще в жизни другого хочу оказываться. Ну и уже, так скажем, на базе средне-специального и высшего вот профессиональная переподготовка с дипломом, с аккредитацией, все как положено. Ну тут вопрос вот ко мне, скорее всего, не внимательность из ДВГ в детях, тогда в чем проблема у родителей, куда смотреть? В напряжении. Ребенок, который гиперактивен, он не может успокоиться, он отображает ту ауру, которая есть в семье. Какое напряжение у вас, с чем оно связано, с финансами, с политикой, с погодой, с социальными условиями, с вашей работой, с самореализацией, это, конечно, индивидуальный уже пакет, но градус в семье точно напряженный, поэтому ребенок вам зеркалит и показывает то, что у вас внутри. Так, я об этом годами говорю, нафигайте, синусы и катангесы учить. Ну, я бы не сказал, что синусы и катангесы так вредят совсем, но... Расширять восприятие, да. Да, система именно образования, та, которая есть у нас, советская, ну, почему я назовусь советская, потому что все, что в российской, все в советское пришло. В советское время все тянется, да. В советские годы она была лучше. Почему? Потому что была философия. Людей учили быть людьми. Больше было учителей, которые искренне присвящались. Сейчас немножко вот все это чуть-чуть трансформировалось, и больше давления идет, больше пресса и требований. ЕГЭ это должен сдать и так далее. Нет такого творческого полета и ощущения прекрасного. Но ничего, ничего, поэтому сейчас, слава богу, есть там различные другие формы образования. И семейное можно сделать, и индивидуальное можно сделать. А есть дети, которым от такого пресса только лучше. Ну, такие тоже. Конечно. Поэтому, смотрите по своему ребенку. У вас больше домашний, подсолнов такой, ну, тогда делайте семейное ему обучение. Если у вас творчески, чувствуете, танцевать, петь хочет, прям рвется, сделайте ему вот больше напор в это, отдайте его там в какие-то кружки дополнительные. Ну, и сделайте скидку, что ему будет плохо математику там разбираться, на тройку, четверку учиться, зато он будет счастлив. А есть дети, которые наоборот головастики, да, у них хорошо все с интеллектом, они хотят мир математики постигать. Ну, дайте их специализированную школу. Выбор все равно есть. Опять, видишь, нас тут не все смотрят сначала. Вкратце, еще раз повторяю, как, где вы берете клиентов? Смотрите, клиентов, ну, хорошо, как брать клиентов? Во-первых, самое важное, это максимально проявляться. То есть, когда вы постоянно проявляетесь в этот мир, когда вы ведете, допустим, активно сторис, пишете посты, где-то выступаете, делитесь просто в общей компании друзей, то есть, в этот мир вы отдаете как можно больше своего света, то вы становитесь, как яркий фонарик, на который все остальные люди, как мотыльки, начинают слетаться. То есть, они просто, вот, если фонарик в лесу включить, что будет? Все мотыльки слетятся. Вот примерно так это и выглядит. Ну, и, конечно, такие инструменты, как маркетинг в Инстаграме, как определенные там воронки, да, как сарафанное радио, рекомендации, вот. Ну, в основном, это, естественно, вот состояние потока, открытости, готовности работать с людьми. А инструменты довольно классические. Самый простой инструмент, это деление активностью, то есть, это когда ты отдаешь, 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 и это формирует сарафанное радио, с этого я начинал, у тебя, так ты тоже рассказал, получилось у всех именно с этого, а все остальные инструменты, это для дальнейшего уже роста, но сначала надо базу схватить. Марин, напишите, пожалуйста, в директ, вам подробно ответить, потому что стоимость обучения разная, в зависимости от того, что вы выберете. Полное обучение сейчас стоит 430 тысяч рублей, если вы выбираете первую ступень, меньше стоит онлайн, базовый модуль, если вы не в России, не в России находитесь, и не можете в Москве, он 102 тысячи, по-моему, стоит. Ну, или можно попробовать пройти модуль по гипнозу, который стартует уже в эту субботу, и в процессе обучения гипноза уже понять, заходит ваше, идите дальше, пожалуйста, без всяких проблем, поэтому пишите в директ, кому нужно, мои помощники ответят, покажут всю ссылку, где можно провести оплату, либо более подробную информацию почитать. Так. Да, Артем Олегович, еще хотел про преподавателей кусочек сказать. Скажите. Вот вы говорите про модуль гипноза. Во-первых, модуль гипноза ведет Игорь Юрьевич Капитон. Это гипнолог, человек, который просто, ну, лучше, чем он, я не знаю, ну, может быть, ну, это так понятно, комплимент, да? Лучше, чем он. Да, лучше, чем он, он. Ну, в общем, ведет прекрасно гипноз, именно гипнотерапию, раскладывает по полочкам различные методы, и Эрикссонский гипноз, то есть, и я вот ходил даже на дополнительный модуль по ДПДГ, да, то есть получал тоже у Игоря Юрьевича. И каждый из преподавателей, он настолько всей душой любит то, что он делает, настолько он отдается этому процессу, да, вот Елену Владимировну Собелькину, если взять, по остеопатии. Она всем сердцем любит эту профессию, и понимаете, это тоже самая передача, как вот, о которой мы сейчас говорим, то есть каждый преподатель настолько любит то, что он делает, что этот свет проливает на вас, и вы тоже начинаете это любить. Поэтому там нету, знаете, как в институтах других, или в школах, такого, что ты пришел, там тебе что-то от Вали рассказали, ты там послушал и ушел. Все относятся с душой, с любовью. К тебе вопрос, Лена опять спрашивает, как скоро ты ушел с основной работы полностью в практику, это произошло во время обучения, либо после? Это произошло после, вы знаете, так сказать, это произошло после, и, ну, мысли меня, конечно, посещали в какой-то момент, да, то есть я думал, что, может быть, стоит уже уйти там полностью там основное, да, то есть может быть нет, то есть я как-то мялся по этому поводу, не понимал. Но в какой-то момент, когда я начал вести свои проекты, когда вот сейчас у меня есть крупные проекты, которые мы начинаем вести, у меня, знаете, состояние просто, на состояние просто ушло на такой уровень событийности, да, событий в мире пришел, что, так скажем, все решилось само собой. И это произошло уже после обучения, то есть я говорю, пока я был в институте, ну, это лично там мой кейс, да, я активно занимался собой, то есть я активно распаковывал себя, я активно с собой работал, у меня был, знаете, такое ощущение, что если всем по 10, то мне 100 досталось, ну, примерно вот так вот, да, поэтому работа меня поддерживала. Как только я распаковался в достаточной мере, я понял, что могу зарабатывать хорошо на практике консультативной, на мероприятиях, на проектах, понял, что я хочу идти сам, вот, идти дальше самостоятельно и, так скажем, расти в этом ключе, как профессионал. Ну, и все, каждый мой день проходит в направлении 24 на 7 развития, так скажем, психосоматики в нашем государстве. дает прекрасное состояние, настроение и бодрое... Немножко у меня позвонок, нормально слышно меня, да? Да, все хорошо, да. Так, Никита спрашивает, до института были в личной терапии? Нет, до института я никогда не касался личной терапии, я только наблюдал за тем, как мой друг ее ведет, как Женя Каблов ее ведет, вот. Но, я повторюсь, три года назад, там, да, может быть, где-то, я думал, что, ну, а, меня, знаете, меня, да, я был, немного обманул, не договорил точнее, меня отправляли, у меня были там очень, как разрыв тяжелый, тяжелые отношения, и я там был в депрессии, и мама меня вот все-таки прям вот нахрапом таким, как бы, иди в терапию, иди в терапию. Вот я сходил, как бы, один разок, мне ничего не понравилось, я сказал, что это вообще для непонятно кого, и ушел. Но это был другой я, не тот, что сейчас, да, вот я, который был закрыт и зажатый, вот, ну, а я, который сейчас, рекомендую всем и каждому. Вот как-то так. Варвара спрашивает меня, ну, попробуй ты ответить, да, игнорировать негативную ситуацию, затыкать эмоции в себе, что может остаться в теле, как разобраться, как вот этого не допускать? Ну, во-первых, если, ну, я люблю говорить на уровне моделей всегда, если есть какая-то негативная ситуация, да, ну, как я всегда говорю, любая негативная ситуация, это ключ к расширению вашего восприятия. Если вы свое восприятие расширять не хотите, да, что вызывает негативную ситуацию? Она вызывает негативный эмоциональный отклик. Негативный эмоциональный отклик, это, ну, допустим, агрессия. Когда вы сдерживаете агрессию внутри себя, не выпускаете ее, да, как это может в вашем теле оказаться? Может быть, проблемы с ангинами, с горлом, с анзелитом, да, то есть, что-то связанное с горловой полостью, ну, к примеру, да, что еще, если, еще раз, в каком у нас формате вопрос был, что-то немножко сбился. Негативная реакция сейчас, да, игнорировать, как игнорировать негативную ситуацию, затыкать эмоции в себе, что может остаться в теле, как разобраться? Ну, во-первых, игнорировать ее не нужно, нужно, наоборот, спросить себя в первую очередь, да, так, стоп, а для чего мне эта ситуация, для чего это со мной происходит, то есть, у жизни нету задачи сделать нам плохо, да, она отправляет нам ситуации, запаковывая в них необходимый опыт для того, чтобы мы пришли сами к себе и занимались именно тем, для чего мы здесь, да, то есть, ну, иначе смысл вообще нашего пребывания на земле, да. Она, и до тех пор, пока опыт, который она посылает в этих негативных, как вам кажется, ситуациях, будет для вас проблемой, вы не сможете раскрыть свой истинный потенциал, нужно вот эту настройку в голове перевернуть, это как кататься на велосипеде, вас сначала держат на этом велосипеде, папа там, да, потом два метра проезжаете, а потом вы уже сами крутите педаль. Со временем вы поймете, что это не негативная ситуация, что это возможно для расширения восприятия. Я всегда объясняю своим клиентам, что любое ограничение, любой барьер, да, человек идет по жизни, бац, что-то не получилось, негативная ситуация, он думает, о, все, уперся, закрытая дверь там, барьер там, да, какой-то вот забор передо мной, стукнулся в него. Нет, барьер это не ограничение, барьер это рубеж перехода на новый уровень, не нужно воспринимать это как ограничение, да, представьте, что лезете по скале и уперлись в какую-то палку лбом, но не надо в нее лбом биться, возьмите за нее, подтянитесь и подлетите еще выше, поэтому любая негативная эмоция это шанс стать лучше, шанс раскрыть свой аспект. Что-то в мире подсвечивает ваш темный уголок, не игнорируйте это и вам не придется даже разбираться, а как это будет отражаться в моем теле, если вы будете это вовремя выпускать. Ты очень правильную вещь сказал, чтобы люди перестали думать о своих проблемах, неважно, со здоровьем они там, со взаимоотношениями, как о чем-то негативном, что это идет информация, вы просто ее в негативном свете воспринимаете и поэтому она бьет по вам. Как вы только поймете, что это урок пришел, что это дарт, тогда это перестанет быть ударом. Вот этот фокус надо уметь сместить, если самостоятельно не получается это сделать, тогда надо идти к психосоматологу, который вам поможет пересмотреть позицию и поможет вам правильную реакцию выработать на это, для того, чтобы симптом прошел. Иногда за один раз можно много чего классного сделать. Вот как раз Ирэн пишет, спасибо большое вам после вашей проработки, на следующий день у меня сразу записалось 10 человек уже по новым ценам, это потрясающе, через один день. Ирэн, я правда не помню, когда мы с вами работали, потому что я много работаю, да? Ну, класс, рад за вас, что у вас сразу 10 человек записалось после нашей проработки. То есть клапан открыть и процесс пошел. И ты, Никит, очень хорошо нам сегодня это показал, как только изменяя отношение к себе, идя этим путем осознанности, раскрывая свои таланты, обучаясь этому, когда осваиваешь себя как инструмент, твоя жизнь круто начинает меняться. И из-за комплексованного человека, который недоволен жизнью, не понимает, что там делать, что тут делать, да? Когда включается осознанность, вдруг открываются перспективы, появляется новая профессия, новые возможности и поле зрения расширяется. Ну, и, соответственно, и деньги, как следствие, тоже появляются. Поэтому я тебя благодарю. Да, я благодарю вас. Кто-то обучается, да. Кстати, да, хочу сделать анонс. Институт психосоматики запускается, новый поток, 4-й, 17-го сентября, а уже 23-го числа я запущу курс менторства. Это как раз поддержка многих наших студентов. У меня люди, они параллельно в двух курсах принимали участие, либо для тех, кто не учится у нас в институте, но хочет себя лично прокачать. Вот моя авторская разработка. В течение трех месяцев я даю 10 ключевых уроков в живом эфире, в онлайне. И дальше еще в конце у нас три урока будет по разборам. И завтра я стартует мини-курс менторства, в котором я буду давать базовые инструменты, которые полезны всем. Поэтому приходите по ссылке в шапке аккаунта, можно зарегистрироваться. И вы тогда соприкоснетесь с искусством потока более плотно. Так, с паническими атаками, конечно, мы работаем с любым запросом. Ну, покрасить даже Никита может порекомендовать как краску. Ну, то, что касается здоровья и касается душевного здоровья, личной жизни или личного кризиса, конечно, психосоматологи работают. Так, очень часто падаем, падения серьезные. Куда смотреть? Подскажи. Ну, давайте опять же рассуждать, да, почему, ну, когда мы падаем, мы когда? Когда мы куда-то идем. Когда мы куда-то идем, мы идем какой-то дорогой, да, по дороге жизни, так скажем. Если в нашей жизни часто происходят какие-то падения, то, скорее всего, вы идете не тем путем, да, когда мы себя начинаем калечить, запинаться, что-то себе ломать, происходят болезни. Это говорит о том, что мы не слышим желания своей души, возможно, наше эго его перекрывает. И происходят какие-то вещи, которые сбивают нас с этого пути. А мы же здесь для того, чтобы идти своим путем, поэтому как бы ноги и отбиваем. Чтобы не дойдет через, не доходит через голову, дойдет через ноги. Примерно так, я думаю. Хорошо, Венкин. Благодарю тебя. Я также хочу поблагодарить всех тех, кто был у нас сегодня в эфире, кто нас слушал, и всех заранее, кто будет смотреть этот эфир в записи. Я сейчас отправлю его на сохранение, обязательно отмечу тебя. И, оказывается, этот эфир может и в твоей лице оказаться после этого. Я буду очень этому рад. Сейчас делаю. Это новая опция. Ирина мне подсказала, что, оказывается, такое есть, потому что Инстаграм выкатывает какие-то обновления. И я не знал, там, две недели назад, что такое опция есть. Сейчас я воспользуюсь, я тебя специально отмечу. Спасибо. И твои подписчики тоже посмотрят. Благодарю вас, Артем Олегович. Благодарю всех, кто здесь смотрел, видел там даже своих коллег, друзей, которые вы на этом эфире наблюдали, поддерживали. Всем большое спасибо. Было очень приятно пообщаться. И всем счастья, радости и любви. Все. Давай, до встречи. До встречи.